Добрый день! То, что я вам хочу рассказать, для меня уже давно является арт-букой истории. И то, что почему не рассказывал раньше, я смотрел, что происходит с человечеством на Земле, и, как говорится, думал, что не дойдет до того, что сейчас происходит. И я хочу, чтобы как-то люди, почитавши меня, задумались, многое поняли, то, что для них было еще не ясно, и как-то, надеюсь, повлиять на эту ситуацию, в которой сейчас мы были сегодня. В основном, это о человеке. Я и все. Мироздание, когда создавало человека в том именно состоянии, в котором он находится, оно имело для этого определенную задачу. Дело в том, что все живое на Земле было нематеризовано в нашем понятии. Состояло исключительно из информации, как вся Вселенная. И набор этой информации был уникальным. Вот эти бесцелесные существа, они и, в общем-то, населяют нашу Вселенную. Для человека на основании этого существа была создана информативная душа. Это информация, комплекс. И возможности этого комплекса уникальны. То есть, в принципе, человек развивается и переходит в духовное состояние. Опять бесцелесное. Для этого. Для чего это сделать? Потому что бесцелесные не обладают многими возможностями и качествами, которые обладает человек. А вот сами они обладают всем, что только может прийти в нашу сознание. Мы являемся конгломератом души с человеком. Оставились. Вот у человека исчезла память. А она исчезла только на духовном мире. И именно церковь, именно и осуществляла, старалась осуществить связь с духовным и серьезным. Это была ее основная задача. Но, к сожалению, в человеке есть такие качества, которые неприемлемы к самому мирозданию. И многое идет не по тому пути, по которому был заложен в его существовании. Человек связан с душой через точки, которые используются в виде терапии китайцев. Человек в информативную оболочку, в информационную, передает все данные о своем системе. Полностью. А она, по своим возможностям, бесконечно отрабатывает их. То есть она связана со вселенной напрямую. И через, как говорится, отработав эту ситуацию, она поправляет человеку то, что должно произойти. Жил, все нормально, все существовал. И так все просто. Но человек, как говорится, в своей жизни сам портит себе все, что только старался. Вот так. Значит, большое значение именно состояние его самого тела. Значит, первое, что очень важно, это лимфатическая система. За ней можно следить, но можно чистить. Потому что эта лимфатическая система представляет колоссальную ценность. И чем больше, чем лучше она, чем больше лимфа человека, чем у него крепкий слез. Кроме того, все точки, насоединенные с душой, они требуют определенного отношения к себе. В любом случае зло эти точки гасит. И вырывают нормальные отношения с душой и, возможно, важными вариантами. Ну, что делать? Человек есть человек. Значит, добро, созидание, то, что заложено в любезных мир, и все, и то, что пропадают все религии, непросто. Поэтому на начальном этапе бестелесные передали эту информацию. Они могут превращаться до стол в год, обладают всеми невероятными качествами, начиная от перегружения телепатии и всего остального. Поэтому они передали все на доступном, на том этапе, языке и другом. Раньше сделать мы это не могли, потому что люди бы это не поняли, не могли, не было возможности контакта против взрослых. Вот так. На первом этапе они были в виде пагогов и романов. Они могли достигать любого размера и делать что угодно. И многие эпосы, на самом деле, основаны на реальных событиях. Вот так. Что можно сказать? Что иглотерапия – это возможность восстановления именно этих китайских каналов, которые восстанавливаются, естественно, становятся более активными и обеспечивают большую связь с душой, которая, в общем-то, и определяет все наше здоровье. Значит, есть возможности, и современная наука, конечно, действительно, и система, значит, и позволяет за счет определенных частот восстанавливать люди за самые каналы. У нас в стране было, как говорится, самые большие достижения в этой области. И многое за границей пошло по этому пути, и сейчас там это развивается. А у нас это превратилось в коммерцию, за счет людей, чисто плотных. И украли уже без налогов миллиарда денег. И наука идет по целому развитию. И, конечно, в виду громадных денег – это взятки, дикая коррупция, значит, воровство, обманы. Значит, несмотря на то, что Путин сказал наш президент о том, что, чтобы не рушить коммерцию, нужно немедленно возвращать то, что не стало без стоками, когда забирали при обыске. И то, что без стоки, когда кончается у них необходимость, немедленно отдавать хозяину. Вы думаете, что это делаете? Любым путем пытаются запустить уворованное фактически государство, под эгидой государства уворованные вещи. Хочешь там и знать, откуда угодно. Беспорежно и говорить, и объяснять – это уже система создалась, которую может разрушить Путин, если захочет. Он же говорил про это, но пока ничего не делается. Дайте пару-тройку показательных процессов, чтобы люди поняли – надо же воспитывать. А воспитание нужно столько отрицать. Денежки, денежки, и также доллары, сделанные на наше золото. И почему-то дальнейшего принуждения здесь нет. Но душа является в общем-то миром жизни человека. Поэтому этот вопрос очень серьезный. Значит, душу согревает только добро и созидание. Это классно. Зло, оно парализует именно связь человека с душой. И поэтому злые люди перерождаются. Душа от них, как правило, ослабевает воздействие ее. И в конец суть она может уйти. И на место души придет материализованное зло. И вот такие люди тоже зовут наших людей. Происходят разные совершенно эпизоды. Эти люди, поскольку их двигает зло, оно обладает консорцией. Они занимают любые должности. Не руководят. Бог знает, что и все творят. И так не странно, поскольку в общем-то злу принадлежатые деньги, они начинают иметь фоноциальную значение. Таких людей нельзя допускать вообще. Всю голосу обществу. Потому что общество и так уже не видит, почему я положил с вами эту беседу. Рассказывает то, что для меня очевидно. И я знал это давно. Но вот сейчас, в этот момент, наступил когда я должен быть все рассказать. Я попрощаюсь с вами. Отдохну и еще попросим. И прошу вас.